Распаковка умягчителя BVT Aquadiol 25. Комплект кабинетного умягчителя воды BVT Aquadiol 25 состоит из кабинетного умягчителя, шланга канализации, блока питания, соединительного хомута, теста на определение жесткости воды и набора документов, в том числе инструкция по монтажу. Сняв крышку солевого бака, мы видим емкость для соли. На задней стенке солевого бака находится переливной патрубок солевого бака. На клапане управления стрелками указаны направления движения воды, вход воды, выход воды и дренажная канализация. Если вам необходимо отсоединить установку от системы водоснабжения, то необходимо аккуратно снять красные стопорные кольца, вытащить быстросъемное соединение и фильтр грубой очистки, который при необходимости нужно прочистить. Поднимаем крышку умягчителя и видим клапан управления. Снимаем крышку платы управления и видим три провода. Первый провод отвечает за питание, второй провод – за питание на электромотор. Третий провод – за счетчик расхода воды и датчика положения клапана. Рассмотрим подробнее. Это электрический мотор. Это эжектор забора соли. Это датчик положения. Это счетчик расхода воды. Монтаж умягчителя BVT Aquadial 25. Перед началом монтажа умягчителя нам надо знать исходную жесткость воды. Для этого мы будем использовать специальный экспресс-тест, который входит в набор BVT Perla Aquadial. Тест может быть как жидкостной, так и таблеточный. В нашем случае мы используем таблеточный тест. Открываем кран и сливаем холодную воду в течение пяти минут. Набираем ее в колбу для теста. Добавляем в воду с колбой по одной таблетке и встряхиваем. Одна таблетка соответствует одному градусу немецкой жесткости, в то время как установка программируется в американских единицах измерения жесткости PPM. Формулу перевода немецких градусов в американские вы видите на экране. В случае, если у вас жидкостной экспресс-тест, то формула перевода капель в PPM указана в прилагаемой к набору инструкции. В нашем случае мы добавили 16 таблеток, что соответствует 16 градусам немецкой жесткости или 290 PPM. Перед монтажом умягчителя убедитесь, что на трубе входа воды в дом стоит механический фильтр. Он, как правило, имеет сетку размером 90-100 микрон и задерживает взвесь, песок, окалины и другой мусор в воде. Для установки умягчения рекомендуемое давление в водопроводной сети должно быть не менее 2 бар. Если выше 6 бар, необходимо установить редуктор давления. После фильтра грубой очистки установите клапан Bypass в соответствии с направлением движения воды. В нашем случае это латунный одноблочный клапан Bypass Multi-Block. Он удобен тем, что вы можете обеспечить проведение плановых работ по техническому обслуживанию при одновременном поддержании подачи воды к оборудованию в обход умягчителя. Установите умягчитель на предназначенное ему место. Пол должен быть чистым и ровным, без сильных уклонов. Необходимо учитывать, что нужно будет дополнительное пространство для подключения труб, а также для регулярного доступа к прибору при загрузке соли в бак и последующего сервисного обслуживания. Соединяем шланг канализации к блоку управления и закрепляем хомутом. Второй конец шланга подключаем в линию безнапорной канализации. Один конец шланга перелива подключаем к переливному патрубку солевого бака и закрепляем его с помощью хомута. Второй конец шланга выводим в безнапорную канализацию. Проверьте, что уровень канализации находится ниже переливного патрубка. Подключаемся к системе водоснабжения. Подключите входные и выходные гибкие шланги к сетевой трубе с учетом направления движения воды. Убедитесь, что регулировочный клапан подмеса воды закрыт до упора. Это значит, что установка смягчения настроена на выдачу воды нулевой жесткости. Наша установка умягчения готова к первому запуску. Открываем подачу воды на установку. Слышим, как умягчитель наполняется водой. Проверяем герметичность соединений. Открываем воду выше умягчителя и стравливаем воздух. Заполняем солью бак умягчителя для приготовления солевого раствора. Для этого лучше всего использовать специально таблетированную соль. Заполните переднюю часть бака примерно наполовину. Необходимо следить за наличием соли в солевом баке. Он должен покрывать дно, но не должен превышать высоту примерно такого уровня. Подключаем блок питания к плате управления. Включаем в розетку умягчитель. При первом подключении питания к умягчителю на дисплее начнут моргать нули, а клапан повернется в рабочее положение. Вы услышите, как он вращается. Этот процесс может занять несколько минут. Как только клапан встанет в рабочее положение, можно приступать к программированию установки. Для установки времени пользуемся клавишами вверх-вниз. Подтверждаем выбор третьей клавишей Enter. Далее мы устанавливаем исходную жесткость воды в ppm. Формулу перевода немецких градусов жесткости вы можете посмотреть в таблице, входящей в набор теста на жесткость. В нашем случае это 290 ppm. Далее выбираем время регенерации. По умолчанию здесь стоит два ночи. Мы меняем на три ночи и подтверждаем выбор. Умягчитель готов к работе. На дисплее отображается текущее время. В нижней части дисплея указана шкала из пяти секторов. Это специальный индикатор загрузки, каждая шкала из которой соответствует 20% от общего объема фильтра цикла. Если вас не устраивает нулевая жесткость воды после умягчителя, то на блоке управления нам необходимо отрегулировать клапан регулировки жесткости. Поверните зеленую ручку подмеса на левой стороне клапана против часовой стрелки, до уровня, при котором получаемая вода будет отвечать вашим требованиям. После этого проводим тест на жесткость воды и видим, что вода на выходе после установки умягчения 3 градуса немецкой жесткости. Управление настройками умягчителя БВТ Аквадиал 25. Ручная регенерация нужна в следующих случаях. Для диагностики состояния установки. Если умягчитель перестал умягчать воду и нужно проверить износ ионообменной смолы. Вы можете запустить процесс регенерации умягчителя в любой момент, длительно нажав четвертую кнопку. Вы услышите, что запустился процесс регенерации. Он состоит из пяти стадий. Если вы это делаете в тестовых целях, вы также можете вручную переходить от одного этапа процесса к другому, нажимая клавишу Enter кратко. Первая стадия – наполнение солевого бака водой, длительностью 19 минут. Вторая стадия – приготовление солевого раствора, длительностью 20 минут. Третья стадия – забор соли, медленное вымывание, 90 минут. Четвертая стадия – обратная промывка, 2 минуты. Пятая стадия – прямая промывка, 2 минуты. Для изменения текущего времени, жесткости входящей воды и время начала регенерации, нажимаем Enter 3 на 3 секунды. Сначала моргает текущее время. Меняем стрелками вверх и вниз. Подтверждаем выбор. Затем выставляем жесткость исходной воды в ppm. Мы изменили показания на 290 ppm. Далее меняем время начала регенерации. По умолчанию стоит 2 ночи. Меняем клавишами вверх и вниз. Подтверждаем клавишей Enter. Чтобы обнулить количество регенераций, проведенных с момента ввода прибора в эксплуатацию, зажимаем одновременно клавиши вверх и вниз на 3 секунды. И вводим пароль 990. И подтверждаем сброс клавишей Enter. Для того, чтобы выйти в сервисное меню установки, зажимаем две кнопки вверх и вниз. Вводим пароль 660. Подтверждаем. Видим обозначение. Тип установки. В нашем случае 25 литров. Счетчик воды в день в литрах. Общий счетчик воды в литрах. Скорость потока в литрах в минуту. Количество дней в работе. Количество регенераций. Поток турбины. Параметр для калибровки счетчика воды. Тип регенерации. По умолчанию стоит автоматический режим. То есть работы по счетчику. Фильтрацикл. В нашем случае 100%. Общее количество литров фильтрацикла. Продолжительность первой, второй, третьей, четвертой и пятой стадии регенерации. Количество соли в соленом баке в килограммах. Стоит ноль, так как датчик соли это дополнительная опция. Все параметры данного меню предназначены для сервисного инженера БВТ. Устранение неполадок БВТ Аквадиал 25. Если вы слышите, что вода проходит через трубу для отвода, а индикации о регенерации на дисплее нет, то возможны следующие проблемы. В клапан управления попал мусор. Уплотнители клапана управления износились. Для всех этих случаев требуется разборка и чистка всего клапана управления. Если вода переливается через перелив соляного бака, то необходимо проверить соединение между шлангом для всасывания солевого раствора и клапаном солевого раствора. Если все в порядке, то проблема может быть в клапане управления. Из-за некачественной соли туда мог попасть мусор, и его необходимо разобрать и почистить. Если у вас подозрение, что умягчитель перестал умягчать воду, удостоверьтесь, что в баке еще есть соль, возможно, вы пропустили засыпку соли. Проверьте процедуру подмеса воды. Необходимо проверить уплотнение клапана управления. Причина может быть в износе иона обменной смолы. Для этого запустите установку на принудительную регенерацию и проверьте воду на жесткость до и после установки. Если умягчитель не забирает солевой раствор, то фильтрующий элемент в эжекторе может быть засорен. Его необходимо почистить. Необходима разборка и чистка клапана управления. Если умягчитель проходит регенерацию несвоевременно, то необходимо проверить правильность текущего времени и времени регенерации. Проверить настройки жесткости исходной воды. Проверить установку на наличие ошибки Error 1. Если на дисплее появляется код ошибки R1, слышно характерный звук электрического мотора и поступает звуковой сигнал тревоги, то первое, что нужно сделать, это перезагрузить умягчитель. Проверить подключение кабелей на плате управления. Если все в порядке, то заменить датчик положения управляющего клапана. Если нет характерного звука вращения электрического мотора, но есть ошибка R1, то проверьте подключение питания электрического мотора, а также подключение кабелей на плате управления. Три штуки. Если подключение кабелей исправны, то возможно неисправна лата или мотор привода клапана. В этом случае необходимо обратиться сервисный центр БВТ.